Как часто именно в сложных житейских обстоятельствах мы вспоминаем о Боге, умоляем Его о помощи. И вселюбящий Господь, принимая наше обращение, дарует нам свою милость через святых угодников и, конечно, по молитвам заступницы рода христианского, Царицы Небесной. Чудотворная икона Божьей Матери, неупиваемая чаша, явленная в городе Серпухове, посетила Санкт-Петербургскую епархию. Много чудес и исцелений совершилось и продолжает совершаться сегодня по молитвам перед этим образом. Получив Божью помощь, одни вскоре забывают об этом и возвращаются на путь суетный, а другие укрепляются в вере, стараются жить по Божьим законам и несут истину в мир. Мы приехали с нашим чудотворным образом Божьей Матери неупиваемая чаша из Серпухова, из Веденского владычного женского монастыря. Уже не первый раз мы с иконой в вашем городе. Наш монастырь, он очень старинный, он был основан в 1360 году велением самой Матери Божией. Когда святитель Алексей Митрополит Московский молился, читал монашеское правило, вдруг от образа Божьей Матери великий свет осиял келью, и был слышен глаз. «Алексей, Алексей, поставь монастырь во имя мое!» Святитель ушел во внутреннюю келью, стал усиленно молиться, клялась поклона, и снова был слышен глаз. «Алексей, Алексей, поставь монастырь во имя мое!» Святитель сказал, «Матерь Божья, я обязательно построю монастырь, только укажи мне место!» И был слышен глаз. «В пределе града Серпухова возлюбила я место на спасение многим душам человеческим». Святитель выбрал своего любимого ученика и келейника, преподобного Варлама, чтобы он отыскал место для постройки обители. Преподобный Варлам был строителем и первым настоятелем монастыря в течение 13 лет. Когда уж почувствовал, что уже скоро умрет, попросил, чтобы святитель Алексей его похоронил. Вот когда святитель Алексей приехал, преподобный ему сказал, что монастырь наречется не Алексейским, а Владычным, потому что было явление Владычицы, и устроился он по ее промышлению. Потом продолжал, что монастырь держит ангела, в дверях церковных стоит Захария, и входит Богородица со своими родителями. И в честь этого земного события и жизни Божьей Матери, уже после смерти преподобного, по благословению святителя Алексея в 1377 году был написан образ Божьей Матери введения во храм. Это был самый первый образ, самый главный святыня нашего монастыря. Этот образ находился в нашем монастыре до закрытия, а сейчас находится в Серпуховском историческом музее, там в запасниках. Нам этот образ раньше давали, а сейчас уже там последние 10 лет, как уже не дают. Но мы молимся ежедневно на полуношнице, на монашеском правиле, чтобы все наши святыни вернулись в наш монастырь, или который находится в музеях, или в частных коллекциях, или неизвестно где. И потихонечку некоторые иконы возвращаются. Раньше монастырь наш был мужской, а потом в 1806 году стал женский. И в 1878 году, как раз представительством тоже нашего святого преподобного Арлама, был явлен образ Божьей Матери неупиваемой чаши. Минули столетия, как был явлен мир, образ Богородицы неупиваемой чаши. И все эти годы люди обращаются к Матери Божией со своим житейским горем, молятся перед ее иконой. Через этот образ не только исцелялись страждущие от злого недуга, но и обратились к вере те, чьи родные и близкие поднялись со дна греха к новой жизни. Это было в старину, это происходит и сегодня. Эта икона воплощает чаяние русского народа о трезвой жизни. И состоится особый молебен священников, давших обет трезвости, перед этой иконой о вытрезвлении Руси. Вы знаете, какие у нас серьезные экономические, политические проблемы, и нравственные, и семейные, и демографические, но все они убираются в нашего зеленого змия, который сделал так, что русский человек сейчас ни детей не хочет, ни семью не хочет, ни работу не хочет, ни государство не может, а может только злоупотреблять алкоголем, наркотиками, табаком и другими вещами. Вот вытрезвление России – это важнейшая задача, и мы хотим посвятить выставку масляничную всегда разумным гулянием, гулянием, ведущим к трезвости людей, гулянием, которое рассматривается не как разгул, а как духовный праздник. Впервые выставка «Православная масленица» прошла в здании Союза художников в центре Санкт-Петербурга. Много людей смогло побывать здесь и насладиться праздничной атмосферой, узнать, как живут сегодня приходы и монастыри, увидеть плоды трудов различных мастерских и издательств. Выставка интересна и для людей, давно вступивших на путь веры, и для тех, кто еще только ищет смысл человеческого бытия. Книги для детей и взрослых, церковная утварь, подарки, изделия различных мастерских, видеофильмы. Главная задача выставки – просветительская – показать жизнь Русской Православной Церкви, ее историю, возрождение, сегодняшнее служение. Выставка дает возможность людям прикоснуться к святыням из монастырей. Во времена гонений это была тюрьма НКВД. Это одно из самых страшных мест было в Мордовии. Село Большое Чуфарово и Свято-Троицкий монастырь гремели на всю Россию. Огромное количество священников, монахов, мирян было там умучено и погибли там, так сказать, на территории монастыря, за территорией монастыря. Это считается как бы Мордовская Голгофа. Ну, хотелось бы, чтобы люди узнали о нашем монастыре, который был разрушен в 20-30-е годы. Уже много что построено. Ну, сейчас осталось восстановить сам собор, купола, ну и внутреннюю отделку. Наш монастырь был освящен в 2009 году. В честь преподобного Сергия Радонежского. Единственная обитель на Балканах, посвященная преподобному Сергию. Как сказал наш владыка Амфилохи, пусть это будет частичка, значит, святого нашего любимого русского. Там на Балканах наш монастырь находится в горах. У подножия святой горы Румя на высоте около тысячи метров над уровнем моря. Дороги в наш монастырь нет. Это опасные горные серпантины. В нашем монастыре несколько насельниц, они из России. Настоятельница нашего монастыря, матушка Теодора, тоже родом из России, с Урала. Сейчас сербская православная церковь в Черногории переживает. Тяжелые времена, надо ее поддержать. Приглашаем паломников к нам в монастырь. Первый монастырь женский, который был открыт у нас в России, Пантелеймона Целителя. Женский монастырь, первых храмов много у нас было. И пока единственный у нас находится женский монастырь. И поэтому нам была подарена икона Сафона, Пантелеймона Целителя, главная святыня нашего монастыря. Это чудотворная мироточивая икона, которая мироточила у нас в монастыре после того, как нам была передана. Ну, это 16 лет мы уже существуем. И потихонечку новый храм был основан на территории этого монастыря. А сейчас у нас уже построен двухпрестольный храм. Уже убранство этого храма делаем. Там уже проходят службы в этом храме. Создали благотворительную столовую. То есть любой монастырь занимается какой-то благотворительностью. У нас конкретно на территории монастыря имеется благотворительное столовое для малоимущих. Монастырь у нас существует уже 13 лет. У нас 12 сестер. Одна схимонахиня, матушка. Монастырь очень намоленный. Игумене Ефимия у нас настоятельница этого монастыря. Она 6 лет в храме молится. Ночная литургия у нас служба идет в монастыре каждый день. Плюс с воскресенья на понедельник ночная литургия. Каждое воскресенье. Мы помогаем для людей, молимся день и ночь. Наш монастырь был основан в 1865 году преподобным Варнава Гесеманский. Этот святой подвязался в Троице Сергии в Лавре. А также является духовным наставником Серафима Вырицкого, который находится у вас в Вырице. Это бывший купец Василий, который помогал нашему монастырю строиться, давал пожертвования, искал купцов, которые тоже давали пожертвования нашему монастырю. В данный момент сейчас у нас идет большое восстановление. Успенский собор почти уже восстановлен. Восстанавливается собор в честь Святой Троицы. Там зияет вообще все разобрано. А под этими руинами остались заживо погребенные схемонахини, которые в свое время не ушли из келий своих подземных во время взрыва. А также у нас сейчас в данный момент имеется при монастыре детский приют, где воспитываются у нас воспитанницы. 13 девочек и 4 мальчика. Так что у нас монастырь живет, поднимаемся, молимся за всех. К сожалению, многие сегодня воспринимают мир только материальным и бездуховным. Жизнь людей проносится в погоне за земным благополучием. Главная задача церкви – неустанно напоминать о значении бесценной жизни человека, ее целях и смыслах. Православные выставки – это одно из проявлений миссионерской деятельности церкви и ее верных чад. Когда люди, ищущие Бога, но не вступившие на порог храма, приходят на православную выставку, они могут найти для себя здесь мудрого собеседника, полезную книгу, стать участником общей молитвы, приложиться к святыням и открыть для себя дверь в неведомый им мир православия. С давних пор так вот повелась такая вот традиция, традиция очень глубокая, очень давняя, молиться иконе Божьей Матери «Неплеваемая чаша» об избавлении многопьянства. Ну, для нас всех не секрет, что это одна из самых таких серьезных проблем нашей страны, да и целого мира на самом деле. Очень много людей, у которых рушат судьбу из-за пьянства, и очень много здесь, конечно, и женщин, которые скорбят за судьбу своих близких, своих мужей, своих детей. Очень много людей молятся перед этой иконой об избавлении недугопьянства и для себя, и для своих близких. Поэтому вот очень важно для нас именно вот собраться всем вместе в единой молитве, как вот Господь говорил, там, где двое трое собраны во имя Моя, там я посреди них. Вот мы здесь собрались во имя Христово, и сам Христос посреди нас, и по молитвам нашей заступницы Божьей Матери, конечно, помогает нам в наших прошениях. Еще очень важно, любой грех лечится противоположной добродетелю. И грех пьянства, как грех червогодия в широком смысле этого слова, естественно, лечится противоположной добродетели воздержанием. И поэтому именно вот эта выставка, вот масленичная выставка, выставка в подготовительные дни перед Великим постом, имеет для нас особое тоже значение. Мы здесь тоже собрались, чтобы приготовиться к посту, приготовиться вот к этому воздержанию, чтобы избавиться от наших грехов. Великий пост – особое время, воздержание, молитва. Время задуматься о том, правильно ли мы живем, что главное, что второстепенное в нашей жизни. Время попросить у Бога помощи на то, чтобы нам быть истинными христианами, воплощая в жизнь то, что заповедовал нам Христос. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok